В белорусской армии появилось новое элитное подразделение, первая рота информационных технологий. В нее уже набрали 40 человек. Их стратегическое задание – программирование. Это совместный проект Министерства обороны и парка высоких технологий. В конечном счете в плюсе остаются все. Солдаты пройдут положенную военную подготовку, при этом не потеряют навыков работы в IT-сфере. И не исключено еще и приумножат знания. Лада Корницкая присутствовала на первом занятии. Слово «первый» в этой аудитории звучит чаще всего. Эти ребята меньше, чем через год скажут, что они первые в истории Беларуси выпускники IT-роты. Сегодня же первый урок в новом компьютерном центре. Максим Грещук еще недавно был гражданским. Окончил университет, работал в IT-компании, но пришла повестка в военкомат. Честно признается, волновался, ведь пришлось бы кардинально менять жизнь. Но поменял мнение, когда поступило предложение служить в новой роте. За этот год я считаю, что мы в квалификации не потеряем. Потому что через год возвращаться обратно к той же самой работе, и это нужно снова все переосмысливать. Так как эта сфера достаточно динамически развивается, постоянно выходят новые технологии, и нужно следить за трендами. Новобранцы уже прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб и приняли военную присягу. Сейчас продолжается общевойсковая подготовка. На работе Максим Грещук занимался банковским программным обеспечением. На службе задачи новые. Навигация, автоматизированное управление войсками, моделирование военных действий. В том числе под грифом «Секретно». Особое внимание мы уделяем разработке лабораторных установок, современных, с использованием 3D-графиков, именно тех образцов вооружения и военной техники, которые сейчас поступают на вооружение Республики Беларусь. Перевооружение идет активно. Это новое и бронетанковое вооружение, летательные аппараты. Они все снабжены высокоинтеллектуальными системами автоматизированного управления. По сути, этот компьютерный центр ничем не отличается от обычной IT-компании. Рабочие места, сервер, переговорная. Вот только после работы жить ребята будут в казарме. IT-рота – это 40 военнослужащих. Обязательное требование – высшее техническое образование по IT-специальности. Каждый из них прошел серьезный отбор, собеседование, тестирование. Конкурс составил 8 человек на место. Конкурентоспособность должна быть интеллектуальной. У нас молодежь очень хорошо подготовлена, и многие могут составить в мире конкуренцию. Ведь в армии очень много высокотехнологичного оборудования, высокотехнологичной техники. А задача этих ребят – это запрограммировать этот алгоритм, который будет дан, отредактировать и оттестировать, чтобы его можно было использовать. IT-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. Об этом более красноречиво говорят цифры. На долю информационно-коммуникационных технологий приходится 10,5% ВВП в секторе услуг и около 5% общего ВВП. Компьютерные программы управления, роботизация цехов и создание так называемых высокоинтеллектуальных трудовых ресурсов. Такие подходы помогут в течение 10 лет вывести Беларусь в число стран-лидеров по применению современных технологий. Это даст отечественным товарам конкурентные преимущества на мировом рынке. И военная отрасль от этих тенденций не отстает. При необходимости каждой зря вы станете сам усмотреть необходимые программы. Приятный бонус такой службы – присвоение специальности оператор ПВМ. Но это еще впереди. Пока же здесь больше думают о пополнении роты. Уже в следующий призыв весной 2019-го в элитное подразделение примут еще 20 новобранцев. Влада Корницкая и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.